приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы завершается август 2022 года как и никогда очень знойный жаркий месяц и завершающие дни тоже будут еще жаркими во многих странах и во многих регионах несмотря на то что уже распадается вот этот аспект квадрата солнца с марсом так что да кстати и вы сегодня узнаете будут ли магнитные бури в эти дни которые мы будем рассматривать а рассматривать будем мы дни с 30 августа по 2 сентября 2022 года ну что ж начнем как всегда начнем с агрогороскопа с 30 августа по 2 сентября 2022 года время киевское в первую очередь рассмотрим два дня это завершение августа завершение лета 2022 года и оно произойдет в знаке весы при растущей луне это будет вторник и среда что мы можем сделать в эти дни чтобы завершить успешно лето можно посеять горох как сидератный кстати можно еще и получить осенний урожай гороха так что можете попробовать получится что в октябре уже можно будет даже собрать стручки с витаминами горошинами попробуйте особенно в теплицах хорошо получается в это время можно посеять листовую горчицу крест салат а также различные сидераты и вот это можно будет делать 30 31 постарайтесь до 12 часов дня потому что луна без курса начинается в 13 45 а в это время ничего нового не начинаем а посев это всегда новое начало можно работать с рассадой в эти дни только заранее увлажняйте хорошо почву это знак стихии воздуха и в это время рассаду при посадке нельзя поливать и постарайтесь здесь же тоже посадку рассады до 12 часов завершить то же самое луна без курса также влияет на посадку рассады для цветов и комнатных цветов казалось бы они живут в разных местах и открытый грунт и закрытый здесь актуально используйте пожалуйста зеленые операции обрезки потому что далее у нас уже у растущая луна и ближе полнолуние поэтому здесь лучше не обрезать растения поэтому используем вот этот знак стихии воздуха весы для того чтобы в эти дни завершить вот эти все зеленые операции и продолжайте защиту от вредителей от болезней их настолько много что нужно постоянно следить за нашими растениями чтобы не развелись ни белокрылка ни тля да и другие вредоносные всякие насекомые так что вот эти два дня напоминаю еще раз вот эти два дня зеленые операции поливы в дни весов стихии воздуха не проводятся они опасны для корней а также подкормки соответственно не делаются потому что без полива подкормка сжигает просто листья или корни в саду вот еще актуальное время зеленые операции завершайте и 31 нужно завершить эти работы до 19 часов поливы здесь нельзя зеленые операции можно поливы не проводим поэтому вот зеленые операции остаются но и сбор урожая если созрел урожай урожай собирайте если вам нужно урожай переработать пожалуйста собирайте или заложить на хранение собирайте до 17 часов дня заготовки тоже делайте здесь у нас 24 часа а вот 31 постарайтесь до 17 часов настойки различные делайте но 31 тоже до 17 часов и сбор лекарственных трав весь день у нас 30 и 31 до 17 часов рыбалка в это время неудачная растущая луна рыба в это время не очень ловится хорошо практически почти ничего не ловится для комнатных растений комнатных овощей зеленые операции актуальны многие только высадили рассаду у кого-то уже цветет у кого-то появляются пасынки на томатах на огурцах многие пишут рассказывают что они вот выращивают в комнате выращивают на балконе вот же домашние такие теплички делают на зиму чтобы иметь овощи вот эти все дела пожалуйста зеленые операции проведите в это время для того чтобы на растущей луне уже потом не беспокоить растения до полнолуния и естественно не заботясь о том чтобы не было вредителей и болезней а теперь у нас время скорпиона это начало уже осени и начало сентября 1 и 2 сентября растущая луна будет в знаке скорпион а что в скорпионе можно сеять на растущей луне да еще в сентябре конечно же семена сидератов на освободившиеся грядки листовые салаты супер в это время хорошо получается высаживаем лук и чеснок на зелень чтобы получить витаминную зелень уже через месяц через полтора через два месяца концу осени иметь вот эти зеленые перышки зеленые листики так что можно вот это все высевать и высаживать с рассадой в скорпионе любая рассада высаживаем пересаживаем переваливаем любые операции с рассадой проводим единственное что вот рассада это у нас отдельные растения а вот какие-то делить вот что касается вот цветы я сейчас вот перехожу к цветам цветочную рассаду можно высаживать у нас двухлетники многолетники еще у многих есть пора высаживать высаживайте рассаду а вот если у вас есть корневище вы хотите поделить эти корневища рассадить пожалуйста не делайте это в скорпионе это опасно только отдельные готовые растения пожалуйста высаживайте можно даже из контейнеров отдельные растения какие-то высаживать но это все должны быть овощные цветочные растения а вот уже декоративные и садовые растения в это время не высаживаем скорпионе очень хорошо как будто бы принимается у меня было несколько таких опытов одно растение садовое на второй год погибло без всяких причин просто высохла и затем на третий год у меня тоже вот такая картина была поэтому скорпион не для садовых растений а вот для цветочных растений кроме деления пожалуйста если вы перевалку посадку высаживайте все получится очень хорошо ну и для комнатных цветов и для цветов на улице если требуется поливы поливайте ну и перевалку делаете для комнатных растений тоже очень хорошо поливы в дни естественно стихии воды очень хорошо каждая клеточка принимает воду растения напиваются вот эту увлажняющую или увлажняющий эликсир воспринимают очень хорошо на все сто процентов поэтому поливы эффективны и в это время можно проводить подкормки напоминаю подкормки мы делаем минимальные уже потому что фотосинтез уменьшается световой день уменьшается и естественно растения не могут уже то количество различных удобрений которые мы давали в начале лета в середине они не могут усваивать и это им только повредит поэтому 50 процентов будет нормально от той нормы которая дается в инструкции читайте внимательно инструкции для сада там где сухо поливы 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 и подготовка растений к зимовке а это значит что нужно обязательно подкормку кремний калий делать если нет кремния еще раз напоминаю калий обязателен тогда хорошо созреет древесина готовьте растения к зиме зима будет очень такая интересная контрастная поэтому вот калий поможет подготовиться к этим стрессовым ситуациям с последующей зимы и весны зеленые операции в скорпионе уже нельзя проводить не только потому что уже растущая луна но еще и знак стихии воды сбор урожая в это время тоже не делаем для заготовок только собираем ровно столько сколько сможем съесть или же часть урожая подарите кому-то тоже поделитесь с кем-то заготовки тоже мы не делаем в это время потому что они быстро портятся настойки получаются некрасивые качество у них такое не очень хорошее я и вино в это время не делаю вино делаем в периоды когда вот этот сок это все очень красиво будет прозрачно настояно в общем мы в это время пропускаем скорпионе вот эти все работы лекарственные травы тоже не собираем рыбалка в скорпионе если бы это была убывающая луна это было бы замечательно но в данном случае у нас растущая луна на растущей луне по мнению нашего знакомого который занимается очень активно рыбалкой он говорит что на растущей луне плохо ловится рыбка иногда мелкая какая-то попадается очень редко что-то попадается нормальное такое стоящее на крючок поэтому не тратьте время в это время на рыбалку единственное что если есть свободное время можете отдохнуть у воды для комнатных овощей актуальны поливы подкормки посадка рассады снова же подкормки это время уже фотосинтез уменьшается и естественно уменьшаете тоже здесь неважно какие подкормки если вы в начальной стадии ваше растение рассада посажена фосфор калий очень хорошо в это время не увлекайтесь азотными удобрениями будет выгонка зеленой массы а плоды будут к сожалению не формируют не формироваться вот такой у нас агрогороскоп видео практически по второе включительно это будет время 1 и 2 сентября время нахождения луны растущей луны в знаке скорпион продолжаем наш выпуск напомню что мы в первую очередь рассматриваем энергии вот период с 30 августа по 2 сентября для того чтобы определить что мы можем делать с какими-то новыми делами или с покупками поэтому рассмотрим энергии в первую очередь хочу сказать что 30 31 по сообщениям специалистов в это время возможны магнитные бури будьте внимательны возможно также воздействие вот распадается аспект нас 27 августа новолуние было и точный квадрат солнца марс и вот этот аспект будет еще ощущаться почти до завершения месяца и 30 31 хотя он уже будет распадаться такой вот жары знойной жары не было даже при оппозиции солнца сатурн и тау квадрата марс уран узел которые во многом определяли жаркую погоду вот с 5 августа в нашем южном регионе на юге украины и судя по вашим сообщениям вот такая сухая и жаркая погода была во многих странах европы и не только так что вот этот аспект будет теперь распадаться аспект противостояния солнца и марса будут еще ощущаться вот в эти дни но постепенно до 31 августа практически он спадет поэтому еще 30 и 31 будет жарко будут продолжаться пожары и взрывные различные ситуации и в этом будут помогать еще энергии весов энергии стихии воздуха будут раздувать вот эти взрывные ситуации и пожарные ситуации и так 1 2 сентября у нас уже будет переходное время к энергиям сентября 2022 года когда уже главной будет оппозиция солнца нептун главное было в августе солнце марс а теперь солнце нептун я с радостью об этом сообщаю вам потому что нептун ведает осадками всей водой на земле осадки приносят наконец-то охлаждение для земли для воздуха и нам становится уже легче от этих вот жарких знойных дней температура высочайше и от этого сухого воздуха и растениям тоже будут легче уже так что первые дни сентября возможны осадки и снижение температуры на уменьшение температуры также будут влиять 2 сентября такие аспекты луна будет формировать тау квадрат с участием холодного сатурна и быстрого урана который будет разносить холодные воздушные воздушные массы в разных регионах земли так что вот мы с вами рассмотрели и погоду и энергии а это значит что в этих ситуациях покупки крупные покупки пока нельзя делать мы смотрим только покупаем только то что необходимо это ежедневные покупки продукты какие-то другие товары которыми мы пользуемся каждый день это можно покупать сразу же наперед скажу что если вы хотите что-то серьезное купить в сентябре месяце то это можно сделать 5 6 и 7 сентября далее у нас будут уже работать энергии ретроградного меркурия поэтому 5 6 7 себе где-то запишите заранее чтобы вы подготовились к этому если хотите что-то покупать серьезное и основательное и начинать дела в это время нет смысла потому что здесь энергии не для созидания видите какие сложные энергии переходы различные поэтому в это время не начинайте новых дел можно дальше работать завершать трудиться над тем что вы работали несколько месяцев или над тем что вы задумали еще весной и продолжаете работать сейчас это все как все то что у вас имеет продолжение в процессе находится это пожалуйста и даже очень хороший результат получите и уже кстати вот это будет результативный сентябрь для этих дел далее огонь весы еще будет ощущаться во первых это ветры которые разносят огонь но и будет ощущаться вот эта квадратура солнца марс поэтому пожары в это время будут продолжаться стрижка волос а вот стрижка волос стрижка ногтей покраска волос мытье волос замечательные два дня 30 31 в завершении лета можно заняться при своим личным организмом телом и головой потому что вернее волосами чтобы привести их в порядок у нас был очень долгий период когда нельзя было стричь волосы ногти красить волосы вот наконец-то уже эти энергии хорошие но старайтесь красить волосы современными органическими различными красками берегите свои волосы в любое время дня в любое время нахождения луны в любом знаке уход за кожей в дни стихии воздуха когда клеточки заняты дыханием можно делать но эффекта вы не получите очистка кожи у нас на растущей луне не проводится а вот рукоделие в знаке весы это замечательное время когда можно творить смотрите растущая луна солнце и марс дает очень много таких интересных подсказок подсказок каких-то идей записывайте начинайте делать что-то поэтому делайте какие-то творческие наброски или начинайте творческие дела связанные с вышивкой вязание что-то пошить вот эти творческие дела по дому они дадут хороший результат в знаке весы для теста так как это знак стихии воздуха очень быстро сохнет тесто если все делаем по рецепту поэтому чуть-чуть добавляйте жидкости или же уменьшайте в это время количество муки стирку пишу нет качество у меня очень плохое получается в дни стихии воздуха это здесь такая текущая стирочка можно если не сильно грязное белье перенесите это на последующие дни уборка тоже текущие ремонт и проветривание вещей очень хорошо в знаке стихии воздуха но так как в некоторых регионах может в это время именно 31 уже принестись потому что это стихия воздуха она несет воздушные массы и может принести циклон будьте внимательны с вещами если по прогнозу ваш регион в это время уже зайдет какой-то циклон постарайтесь вещи успеть забрать с улицы и занести в дом и теперь у нас остается время скорпиона первые два дня сентября четверг пятница это будет в скорпионе в скорпионе всегда дым и пожалуйста не растапливайте печку во многих регионах сейчас вот в эти дни начнется похолодание и быстренько начинают топить печку не начинайте растапливать печку первый раз в дни скорпиона в дни стихии воды будет много дыма в доме и только настроение испортите лучше подождите и буквально немножечко или раньше но здесь жара еще лучше чуть чуть позже дом как раз остывает постепенно и успеете вы еще и камины растопить причем с пользой без дыма мы об этом будем говорить в дальнейших выпусках в знаке скорпион стрижка волос стрижка ногтей покраска волос и мытье волос не дает того эффекта на который мы рассчитываем и который мы могли получить вот в знаке весы не получается хорошо в скорпионе к сожалению проверяла уже несколько раз несколько лет наблюдая за этим белым поэтому не советую вот заниматься этими важными делами с волосами с ногтями и уделяйте внимание конечно голове своей волосам вот эти дни предварительно до завершающие дни лета уход за кожей вот это очень хорошо питательные маски впитывается очень хорошо клеточка готова принять вот эти все витаминные вещества кожа становится бархатистой такой мягкой принятие идет кожей вот этих всех веществ поэтому и первого и второго используйте для того чтобы свою кожу а мало проводить омоложение кожи питать кожу вот это очень хорошее время далее у нас очистка кожи это продолжается этот период рукоделие в скорпионе к сожалению как-то оно не очень идет практически вообще плохо и получается и настроение не такое тут другие дела хотя скорпион казалось бы тихий знак но это все таки больше энергии орла в полете в каких-то мыслях это да а вот творить в это время не получается с рукоделие мы разобрались жидкость здесь вот много жидкости поэтому когда вне стихии воды делаю тесто всегда добавляю чуть-чуть муки вот чуть чуть больше чем в рецепте хорошо в это время провести генеральную уборку генеральную стирку хорошо вот такие грязные пятна отстирываются грязные места хорошо тоже замачиваешься убираешь очень хорошо получается и остается у нас два важных дела это ремонт ремонт скорпионе лучше не затевайте будете переделывать но и проветривание вещей в знаке стихии воды приносит влажность разным этим вещам притягивает неприятные запахи и это не время для проветривания вещей луна для здоровья в весах 30 и 31 августа будут уязвимы почки мочевой пузырь мочеиспускательный канал мочеточники надпочечники женские половые органы мочеполовая выделительная нервная система и система желез поэтому 30 и 31 августа нельзя проводить любые урологические операции зато успешные операции в области головы а также эффективно лечение зубов ушей и удачное время для удаления зубов и важное дополнение на 31 августа именно в этот день вы можете проводить операции в области головы удалять зубы лечить зубы уши но сделайте это до 13 часов 45 минут почему да потому что 31 луна без курса начинается в период с 13 45 это время когда уже луна без курса не приносит хорошие результаты а часто приносит именно неудачу в операциях или же в удалении зубов так что еще раз напоминаю 30 весь день все сутки можно заниматься операциями в области головы и лечить зубы уши и удачно удалять зубы и в стоматологию можно будет обращаться только до 13 45 31 августа после 13 45 то есть до 13 лучше все завершить вот эти дела после 13 часов это уже будет время опасное для вашего здоровья рассмотрим далее важные дела с нашим здоровьем что мы на что мы должны обратить внимание 1 и 2 сентября это у нас время растущей луны в знаке скорпион а в дни нахождения луны в скорпионе уязвимы прямая кишка сфинктер половые органы мочеполовая и нервная системы обязательно напоминаю что нужно в тепле держать ноги и область таза в дни нахождения луны в скорпионе нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы в это время кстати обостряются болезни мочевого пузыря геморрой эрозия шейки матки воспаление яичников под угрозой вся воспроизводительная система а также повышается риск заражения половыми инфекциями в это время можно лечить не удалять а лечить зубы верхние дыхательные пути вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск надеемся он был полезен для вас и принесет пользу вам мы авторы канала раиса горяченко александр волик желаем всем вам мира добра здоровья а также благодатной погоды в завершающие дни лето и в первые дни начала осени с вас осени 2022 года пусть она принесет вам только позитивные новости и хорошие новые возможности мы прощаемся с вами всего-навсего до нового видео на нашем канале пока пока в следующем видео